Вопросы на вопросы Вопросы на вопросы Вопросы на вопросы Вопросы на вопросы за некую корыстную мзду, которая мне перепадает от этих фирм. Нет. К сожалению, я бы с удовольствием. Но дело в том, что если вы берете деньги с фирм-производителей, то вы обязаны выполнять некие обязательства. Иначе говоря, вы должны делать то, что будет хорошо сказываться на продажах. А часто многие изделия, скажем так, не соответствуют заявленным требованиям. Вот чтобы сохранить возможность честно говорить о том, что я делаю, что снимаю, что получается, я вынужден отказываться от гниг и колбаски. В общем, мне это не нравится, но другого пути нет. Если ты хочешь сохранить свое имя как объективного использователя камеры, к сожалению, договариваться на финансовых основах невозможно. Но я думаю, вы это сами прекрасно видите. Судя по бездарности и поверхностности тех роликов, которые во всем мире выходят, никто серьезный анализ не проводит, если работают на деньги фирмы. Значит, есть еще всякие веселенькие вопросы. Например, сколько нужно населения России? Ты же мол, где я призываю к тому, чтобы никто не размножался. Я вас уверяю, что нет. Но просто речь-то идет не о том, что нам нужна многолюдность, а дело в том, что нам нужна многочеловечность. Я же вижу, что происходит вокруг, а вижу, простите, какого качества населения появляется. Я же вижу, что кроме того, что его количество стремятся увеличить, не обращают внимания на результат. То есть, понимаете, так в свое время в Китае, в 50-е годы, они пытались произвести металла больше, чем, например, в США. И в каждом доме была построена маленькая доменная печь. То есть, вообще-то, стали они производить больше, чем в США. Выплавляя ее в каждом дворе, ну, что за стали, надеюсь, вы понимаете. Из нее сделать ничего было невозможно, даже лопаты. Но зато ее было больше. Вот примерно такая же ситуация происходит с населением планеты. То есть, его, конечно, становится больше, но сделать из него уже ничего нельзя. То есть, вот я, собственно говоря, за то, чтобы был разумный подход к этому делу, и люди не размножались, а бы как, а все-таки стремились произвести что-то разумное, доброе и вечное. Редко получается, но стараться-то надо. То есть, а так получается, что вы, как 70 лет назад в Китае плавите никудышнее железо, которое на самом деле становится, так сказать, объектом искусственного отбора. Естественно, гуманизм будет падать вот так по нисходящей. Какой тут отбор при таком количестве населения, к тому же, которое не очень стремится что-то создавать? Я думаю, что этого объяснять не надо. Вот. Дальше предлагается, чтобы мне Маск дал деньги на томографию. Как он может дать деньги на создание прибора для церебрального сортинга? Ну, подумайте сами. Ну, и придется самому туда ему залезть, в этот прибор, как он будет создан. Я надеюсь, вы понимаете, что прибор покажет. Да именно такие, как Маск, ни в коем случае не давали, не дадут, и будут противодействовать любому созданию объективного анализа головного мозга. Каких бы он там свиней с электродами не показывал, скачущих. Значит, дальше некоторые высказывают свою такую точку зрения, что, мол, где правильно развитые страны должны жить за счет сырьевых, поскольку там люди терпят свои, значит, вот эти самые, своих руководителей, которые разграбляют страну. И, мол, где это и хорошо, и правильно. Это не хорошо и неправильно, но просто эволюционный процесс, которым я пишу в книжке «Церебральный сортинг», он идет неравномерно. И поэтому, уважаемые слушатели, вы поймите, что нельзя предъявлять требования абсолютно одинаковые ко всем странам. Само население, то есть биологический материал, который думает, работает, организует этот страну, но он разный. И, соответственно, будут разные результаты. Значит, есть смешные вопросы, например, у бисексуалов половая область больше? Нет, потенция меньше. Потому что обычно смена половых партнеров, бисексуальность и прочее, это связано с достаточно бедным внутренним миром. У человека все-таки в значительной степени сексуальность связана с работой его мозга и с центрами, которые, в общем-то, занимаются мышлением. Ну, я уже многократно говорил, что у людей, занятых интеллектуальным трудом, как правило, потенция, если брать мальчиков, да и девочек, сохраняется намного дольше, чем у тех, кто ведет здоровый образ жизни, ни о чем не думает, но следит за своей тушкой тела. Да, привлекательность сохраняется, но при этом развивается и фрегидность, и импотенция. А вот те, кто вроде бы и не очень, но в то же время интеллектуально напрягаются, то есть сохраняют кровоток в головном мозге, сексуальность и способность к подобным развлечениям сохраняется на долгие годы. Советую думать, ну, хотя бы для удовольствия. Как повлияет обучение мастурбации детей в западных школах на развитие мозга ребенка? Очень плохо. Дело в том, что это попытка организовать смещенную активность. И, с одной стороны, как бы ребенок ведет себя поспокойнее, ну, вы знаете традицию на Западе, как только ребенок один раз так, улюлю, пробежал по школьному коридору, ему тоже дают такие депрессанты, которые у нас в психиатрических лечебницах. И он потом всю жизнь мучается. И это в развитых странах, которые трудно так называть, на самом деле широко распространено. Речь идет о США, в первую очередь. Поэтому, когда вместо таких депрессантов их призывают сбрасывать, скажем так, половое возбуждение такими способами, это может стать отличной заменой на долгие годы. Да, для того, чтобы остановить размножение населения, это хороший способ. А вот для того, чтобы его запустить, все-таки баловаться этим чрезмерно нельзя. И тем более пропагандировать это как норму. То есть все-таки это не совсем норма. Хотя для многих приматов, таких как Бонобо, это решение социальной проблемы. А можно ли выжечь азотом зоны лени, как центр агрессии амигдалярной комплекса, о котором я говорил? Нет, нельзя. Потому что, к сожалению, наш мозг устроен таким образом, что за все приходится платить. А энергетический баланс очень низок. То есть у нас запасов ресурсов в мозге почти нет. Из-за этого лень – это, с одной стороны, очень важный защитный механизм мозга от переутомления. Такая машинка, энергопотребляющая, не может работать в диком темпе. Поэтому жизнь человеческая, личная, она и должна быть построена на том, чтобы организовать этот процесс. Ну, если, конечно, у вас есть с чем думать. Если нечем, то тут уж извините. И не мучайтесь, и не заставляйте себя тихо. Расслабляйтесь, размножайтесь и выпендривайтесь. Все будет хорошо, потому что наш мир для этого в основном и приспособлен. Для умных, талантливых и творческих людей он приспособлен плохо. Поэтому, если вы ступаете на этот путь, готовьтесь, чтобы быстрее всего получите массу неприятностей, проблем, сердцебиений и инсультов. Будьте осторожны, когда начинаете заниматься настоящей человеческой деятельностью. Она часто противоречит всем законам природы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok